Привет, товарищи! Мы знаем, что вам очень нравятся рубрики лайфхаков и развлечений детей СССР. Если вы помните, мы пообещали, что окунем вас в тот прекрасный мир, когда килограмм картошки стоил 12 копеек, а хлеб — 16. Сегодня мы сдержим свое обещание и покажем вам несколько вещей из СССР. Как говорит Петруша, советское значит отличное. Ну а мы начинаем! Ребята, а перед началом хотим поблагодарить спонсора этого ролика сайт ColorTime, который любезно предоставил нам все материалы. На сайте вы можете найти не только товары из СССР 90-х годов, но и всякого рода необычные подарки и сюрпризы, сувениры и гаджеты, которые представлены в огромном ассортименте. Смеем заметить, ассортимент постоянно пополняется. Если вы хотите порадовать своих близких или же вспомнить детство, то бегом по ссылке в описании и приятного путешествия по сайту. Вам обязательно что-то да понравится. Доставка осуществляется по городу Москва и по всей России. Современное производство напитков удивляет своим разнообразием и изобилием, которое удовлетворит самый изысканный вкус потребителя. Но во времена СССР основным напитком был бабушкин компот из яблок и вишни, который отлично утолял жажду после трудового рабочего дня. И тут на закате СССР появился удивительный чудо-порошок, который называется Юпи. Секрет приготовления чудо-напитка был очень прост. В небольшую емкость засыпали порошок и сверху заливали воду, которую предварительно нужно было вскипятить. Все это дело хорошенько перемешивали и отправляли в холодильник на 20-30 минут. В результате получался напиток, которым угощали гостей и друзей на днях рождения, новосельях и свадьбах. А самые креативные могли на этом хорошенько заработать, торгуя цветной водой на рынках в жаркую погоду. Некоторые суровые ребята ели Юпи в сухом виде, после чего язык приобретал цвет напитка, а цветов было несколько. Мы попробовали этот напиток и словно вернулись в то уже далекое детство. Основной игрой ребят тех лет была игра в войнушки. Оружием становилась любая палка или дощечка, из которой мастерили автоматы и пистолеты. Но многие родители часто покупали детям игрушечные пистолеты, которые стреляли пистонами из бумаги и пластика. Особой популярностью пользовались модели револьвера Кольт с барабаном на 8 пуль. Разборный барабан довольно-таки легко заряжался. Ребята открывали одно колечко и вставляли 8 пули в ячейки. Установив ствол в исходное положение, начинался обстрел. Револьвер стрелял довольно-таки громко, хотя и холостыми патронами. Когда пистолет выходил из строя, мы отрезали каждый пистон, ложили его на асфальт и ударяли по нему молотком. Как ни странно, хлопок получался громче, чем когда он исходил из револьвера. Бешеный ритм жизни нашего поколения порождает стресс. Его источником являются морально-психологические нагрузки в учебе и на работе. Чтобы как-то это предотвратить, индустрия материального производства придумала всякого рода антистрессовые игрушки. Во время СССР аналогом таких игрушек был капитошка. Его можно было всячески мять, придавая самые необычные формы. В своем составе капитошка имел картофельный крахмал, муку, а также мел или гипс. А наружной оболочкой являлся обыкновенный воздушный шарик, в который засыпали всю эту начинку. Если у вас в доме имеются такие ингредиенты, то вы с легкостью можете сделать капитошку сами. Появление смартфонов и подключение их к всемирной паутине привело к тому, что дети большую часть своего свободного времени начали проводить дома, блуждая в дебрях интернета. Но детям СССР не сиделось дома, и они развлекались, гуляя на улице. Одной из самых популярных игрушек была рогатка. Ее мастерили из веток дерева, резинового жгута и куска натуральной кожи. В данной модели рогатки мы видим основание из цельного куска древесины, которое имеет два отверстия на двух ее концах. Первым делом проденем чажей в отверстие кожанки и завяжем узелок. Повторив то же самое со второй резинкой, у нас получился... Не знаю, что получилось, но концы жгутиков проденем в отверстие рогатки, тем самым завершив процесс изготовления орудия. А в качестве пули используем гравийные камешки. Куда они только не стреляли! Мишенями становились игрушки, банки, бутылки и многое другое. Сила выстрела была на поражение, которое мы вам сейчас продемонстрируем на примере апельсина. Результат очевиден. Будьте предельно внимательны и осторожны. На сегодня все. Кто не спрятался, я не виноват. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова